итак мануальный массаж спины сет 2 хочу заметить что уж поскольку вы пришли обучаться то постарайтесь быть как чисто сосуд не переполнены какими-то там другими школами знаниями потому что переучиваться и это как правило сложнее кроме того переполненный человек он как бы все знает заранее и получается не допускают себя новое знание поэтому ну помните восточную эту мудрость притчу когда пришел ученик учитель научил научи меня научи платно садись начал наливать ему чай чашку знаете да помнить но очень известная причина восточная когда очень известный учитель мастер и к нему ученики добираются трудом и один к нему пытался там год или два достучаться ну давай давай наконец научи меня то это может сам чуть нас звучать где-то где-то что-то это вопрос о том что многие видео смотрят ролики как-то по-своему делают но когда вы приходите к мастеру надо все-таки полностью быть восприимчивым к новым движениям новым знанием и мастер это почувствовал он говорит ладно давай сначала чай будем побеседуем что-то можешь расскажешь мне тут такой ну хорошо давай себе налил в чашку нормально а ему стал наливать ученику и переполняет переполняет то что уже кипяток потек и может обратиться ученик вскочил мастер что вы делаете вы что не видите вы перелили в чашку он такой это вот тебе демонстрация то что ты ко мне пришел переполненный как я могу еще что-то налить если ты уже переполнен поэтому приходите на занятия всегда с пустой чашкой метафора метафора это естественно слышали вот и практикуйте потому что мы ставим руки теперь сет номер два мы продолжаем трения да и уже перешли к некоторым разминанию и уже включили некоторый элемент вибрации вот как вячеслав дело да у него от движения рук тела пациента уже начинала раскачиваться вот видите это глобально вибрация всего тела аж до 5 доходит это очень полезно и очень правильно во первых это успокаивает его мышцы во вторых я говорил да что это небольшой еще элемент растяжения потому что мы руками противодействуем и растягиваем его позвоночник и вообще это для поясничных связок очень полезно далее как мы закончили по поводу вибрации да как мы закончили вот это первый вибрации совмещенным со стиранием сразу переходим к вибрации паравертебральной мышцы то есть смысл в чем человек у человека здоров позвоночник тогда когда у него вибрация где бы и не задал она доходит вот с крестца до до пятки и до головы то есть все сочинение человека как у змеи устраиваются да это кстати как метод диагностики если вы смотрите что раскачивать человека за пятку да у него где-то вот прекращается движение вот здесь например доска еще здесь блок тогда можно вот одну руку раскачивать а другой чувствовать где идет блок и дальше не проходит не энергия там мобилизацию срочную в данном случае смотрите на попался пациент здоровых у него движение идет полностью до конца также можно в принципе раскачивать за голову и видеть что у него движение идут видите до пятки значит у него в этом нет проблем защемене нету но вдоль позвоночника идут у нас порой парабельно мышцы да мы их тоже как змею начинаем вот этот раскачивать пальчиками горит красный сигнал что батарейка была ну ладно наверное записываю да я думаю что не запись идет смотрите во первых двойную получает раскачивание мы саму мышцу проминаем как как валик как вот змею да вот это вот то есть это движение похоже с классики там двойной кольцово захват называется по-моему напротив большого пальца до движения делаем и так наши пальцы ходят помнишь да но здесь нам нужно именно вот этот валик скопить поэтому у нас лобой закругляется ему до троли вот этой паровой стабильной мышцы растягиваем вот так вот вдоль всей спины сейчас поставим на паузу ну вот как раз я наглядное пособие принес змеи то есть суставу змей движутся связь нас позвоночник должен двигаться вот начало до конца если мне за перекручиваем дату мы видим отражение в начале позвоночника изначально вверху это кстати очень наглядно видно у тех у кого сколиоз если есть искажение допустим влево в поясничной зоне то бабушки не ходи не надо гадать где нибудь если грудном отделе будут искажения в правую сторону и также из шеи если где-то например верхней шейной позвонки повернута вправо то нижней будет влево повернута вот а по поводу вот этой мышцы вот такая из меня символизирующая ну как метафора вертичнообразных мышц и вот мы должны вот это вот правильная мышца взять этим пальчиком и вот так вот ее всю поприминать растягивая еще раз демонстрирую при этом эта рука меня задает движение видите всего его корпуса вот такая сложная двойная получается вибрация следующий вид вибрации мы проходим ся от крестца единственная прием когда помните он говорил в прошлом вверх что мы делаем движение от ног либо от таза но здесь наоборот здесь получается движение от кистей для этого мы делаем руку максимально прямой чтобы все космосы соединения были как одна единая палка да и вибрируем дрожим дрожим пальцами потренируйтесь я иногда учеников своих вывожу в лес где есть такие небольшие деревца осинка там или березка да потренируйтесь так прямую руку поставить да и потрясти так чтобы листья осыпались знаете то есть ваша вибрация настолько ей передается что у меня осыпаются верхние листья то есть по всему стволу представляете я вам даю такую рекомендацию на досуге выйдите в лес и тренируйтесь то есть мы делаем тело прямой для этого да и сдаем вибрацию этой рукой соответственно все наши движения которые мы будем делать ни в коем случае не нажимайте на остистые отростки это неправильно это больно это вообще не нужно делать поэтому на крестец можно нажимать это в некоторых случаях я покажу когда можно поэтому сползаем с крестца уже задавая вибрацию и переходим на паралитеральные мышцы вот такой немножко уголок получился да и дальше доходим как может даже до конца насколько позволит рука даже выскочили в шею вот теперь смотрите какое движение такое мелкое дробное второе движение в другой проекции задаем вибрацию вибрацию качками так внутрь тела человека причем вектор у нас должен быть причем открыться начинаем вверх потому что мы еще на позвоночник действием декомпрессионно все наши действия это декомпрессия термин понятен да то есть вертикально наш позвоночник сжимается к крестцу мы сейчас его всегда под креста разжимаем в обратную сторону вот опять начинает крестца я сдаю вибрацию в него но при этом пропускаю обувь почек здесь как бы ну так легонечко как ну как бы мимо так просто в нашем движении да 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 а на ребрах как раз наоборот может про сильнее аж туда в него нашли это движение идет по диагонали вот туда через человека в стол по церкви вибрацию а вот сколько раз приходится вибрации одного раза я каждый раз по одному разу делаю на это смотрите по состоянию клиента по состоянию мышцы да и по времени потому что клиент обычно по часу по минутам да если 15 минут заказал массаж то дни приема да если 45 минут совершенно другие приемы другое количество ну как право достаточно одного раза вот то есть здесь в чем нюанс это рука упорная а это задает движение причем тоже туда качание такое получается показываю делом следующий прием вибрации в цилиндрической проекции вдоль оси позвоночника то есть мы плотно заплатываем руку как красного чекарит ну красный квадратик же из-за квадрата кружочек дарит кружочка в нем красный этот кружочек кружочек белый квадратик красный да работает работает а чешно да вот смотрите вытяжку вытяжение мышцы льв можно добавлять интегративно между любыми нашими приемами то есть он например это сделала да и сделали еще вытяжку с утяжлением второй ладони боковую медленно делается потому что мы работаем с лимфой а лимфа течет медленно подмышечную зону и центральную подмышечную зону вот а это прием совмещаем с утяжкой и то есть у нас получается три в одном одновременно идет вытяжка до супором второе мы большим пальцем подбиваем ассистые позвоночки позвонки в бок потому что все ассистые позвонки вот и список пальцы это не да то они должны быть на одной линии вот так с нами но у людей часто бывает синхронизированная ротация поэтому как бы проходясь немножко подталкиваем стараясь выровнять и плюс к этому мякоти большого пальца до подушечка пальца да она достаточно чувствительная очень чувствительная такой степени что многие даже не представляют вслепую можно разные ткани определять спокойно то есть самые мелкие такие вот вещи здесь мы этим пальцем подушечкой проходимся вдоль позвоночника да и чувствуем где находится какой-то блок где находится спазм потом клиенту можно происходить вот и вот это вот а и 4 получается 4 это моего раскачиваем то есть этот ладони мы раскачиваем вдоль то есть на протяжении массажа да и на протяжении всего массажа раскачивания конкретно вот это вот одно такое сложное движение состоящие из четырех из четырех смыслов так скажу еще раз показываю там есть где начинается или 5 позвонок до последний поиск не считается позвонки сверху вниз то есть переход поясничный крестцовый упираемся этим большим пальцем кому как удобно кто-то может опереться вот так да но если у вас ноготь большой то конечно не желательно можно опереться в боках вот так можно опереться вот так боком и вот этой частью пальца то есть у некоторых просто подвижен большого пальца разная поэтому тут уже сами по себя подбирать то есть можно так опереться против вперед на него я кладу ладонь противоположной руки плотно было да и ей же раскачиваем то есть это выжимка подбитие позвонков и вибрация и 4 диагноз можно поставить ну либо вот так вот вот острием пальца вот доходим до конца так это вот сет номер два нашего обучающей программы сейчас закончу мы переходим к практике и все это будем отрабатывать на натуре на живых людях у каждого мышцы разные тела разные поэтому приходите на наш тренинг и проверяйте все на практике